как бы это не отразилось на тебе да нет это немного я так за компанию ладно но не грамм больше ладно а что сделаешь если я еще выпью что будет ну не знаю потом будешь настаивать а поцелуи я отказаться не смогу балеты с днем рождения хорошо что ты оказался в моей жизни хорошо что не отказался от меня хорошо что согласилась стать моей жены тема хорошо что я познакомилась с тобой хорошо что я увидела тебя хорошо что ты был упрямым и не бросил мне но тогда я пью за свою будущую жену чтобы мы долго и счастливо жили с тобой да да мама нет мы ужинаем да вместе с кемали мы но мама ты сказал что поздно придешь и мы на теле кушать я поняла вы не придете а вы там останетесь и когда же с тобой скажу что я желаю выздоровления скорейшего ладно ты не волнуйся я позвоню еще гюль и она станет у нас ладно я тоже мама увидимся слушай мама и сестра останутся там у тети жива хир все очень плохо со спиной сложно ее укладывать поднимать ну поэтому и кадр останется вместе с мамой то есть сегодня мы с тобой одни я я лучше позвоню айши гюль давай же услышь 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 ну не отвечать не отвечать не отвечать так и ты не вози с этим так-то послышите первую ночь которую мы проведем наедине да потанцуйте со мной моя будущая жена большим удовольствием с днем рождения тебя владельца сердца моего особо мешчина в вискуте я в в в Субтитры сделал DimaTorzok 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 Нет, твой бывший. Опять ты, что ли? Ты что, ходячая проблема? Да, так же, как и ты. Я проблема. Но в этот раз я пришел тебя поздравить. Молодец. За пару дней смогла выпросить предложение руки и сердца для себя. Выйди из моей комнаты, выйди вон отсюда. Пошел вон. Твоя комната? Смотрю, дом уже присвоила. Но, госпожа Илюль, все ведь не так просто. Не думаю, что от того, что ты надела кольцо на пальчик, все закончится. Что ты тут скажешь, когда спросят про твою семью? Скажешь, ты Осман Козан, это ты убил их, да? Ты забываешь про месть. Ты становишься одной из них. И у тебя даже нет плана. Да, дорогая, могу войти? Я одеваюсь. Я ранее уже видел, как ты одеваешься. Ты иди, я сейчас приду. Ладно. Немедленно выходишь из моей комнаты. Немедленно. Немедленно. Поверь мне. Больше не сможешь попасть в этот дом, ясно? Я просто возьму и уничтожу тебя. Слушай, это старые приемчики. Лающая собака не кусается. Раз уж ты стал проводить сравнение с животными, значит тебе уже нечего сказать. Точно так же тебе больше ничего ведь не поделать. Госпожа Элюля, этого брака не будет. Я сделаю все, чтобы помешать. Зухра, ты присаживайся. Как тебя учили? Чему, господин Усман? Ну, быть хорошей женой. Потому что хорошая жена, как мне известно, она не врет мужу, не промышляет за его спиной. Так? Я скажу своей напарнице Назире, что если она еще раз посмеет мне наврать, то я ее выставлю за дверь. И грех этот будет лежать на тебе, ясно? Вчера ты пошла навестить мою сестру. Ты что, следишь за мной? Да! За шагами следи своими. Я... ничего плохого не сделала. Пошла навестить твою сестру. Оттого, что ты не идешь в нее, что тоже не идти. А ты себя со мной не сравнивай. Отныне, что бы ты ни делал, я буду знать об этом. Даже если захочешь изстрелиться, самоубийце, или выйдешь подышать свежим воздухом, ты будешь мне об этом докладывать. Это не все. Для Джунейта и Юль что-нибудь по типу помолвки сделаете, ладно? Подготовьтесь. Уж, наверное, мы это делаем. О, чудо! Ты смогла это продумать. Доброе утро, тетя. Доброе. Доброе утро, дядя. А семья и Юль приедет? По этому поводу хочу подготовить отель, все дела. Ой, совсем забыли. Хорошо, но... Как они с Америки-то приедут? Да, но без ее семьи-то нельзя. Хотя тебе лучше знать. Ну, Джунейт, наверное, что-нибудь продумал. Он пускай решит. Пойдем. А, очки. Потом о свадьбе подумаем. Да, возможно. Есть дата в голове. Когда планируешь? На самом деле, чем раньше, тем лучше. А что будет с семьей и Юль? Нужно организовать отель, все дела. Если поторопимся, будет некультурно. Конечно, ты прав. Самое счастливое длиннее день. Без ее семьи тут никак. Да и что это такое, будто посещаем ее? Конечно, я нужно попросить. Джунейт, ты по этому поводу с Юлью говорил? Ну, я... Юлью ничего не говорила, я даже об этом не подумал. Я поговорю. С ее семьей нужно познакомиться. С ее семьей нужно познакомиться. С ее семьей нужно познакомиться. Эй, Люль Что с тобой случилось? Все нормально, Дженейт Ты плачешь Что случилось? Давай рассказывай Я говорила с папой Рассказала о тебе Сказала, что у нас будет свадьба Да Он не позволил Иди ко мне Давай присядем Боже мой Почему? У него есть другие планы по поводу меня Он сделает меня начальником его компании в Америке Он сказал, что если я стану в Турции, то я найду себе здесь мужа и больше не приеду в Америку И такое решение испортит мою карьеру и карьеру компании Да папа Значит этот брак испортит планы твоего отца, да? Вот незадача Компания, деньги, мне вообще плевать Ну не говори так, доченька, конечно, это же твой отец Работает и старается родить тебя Хорошо, но я же не постоянно принимаю такое решение Единственный человек, с кем я хочу связать в своей жизни, это Джунейт Он первый Компания, папа, ничего не имеет значения Я просто хочу быть с Джунейтом Все, чего я хочу А что твоя мама говорит? Мама на моей стороне Но папа А мы убедим твоего отца Хорошая идея, кузен Давайте даже знаете, что сделаем? Купим билеты и сегодня ночью отправляйтесь в Америку Поговорите лицом к лицу Он увидит Джунейта, поймет, каков тот И все, проблем не будет Хорошая идея Что скажешь, Эйлюль? Не будем навязывать Наверное, из-за этого он тоже разозлился Конечно Пускай он видит, как сильно вы любите друг друга Позвони на Эргиз Пускай купит нам билеты Слушай, я люблю тебя И никому не надо ничего доказывать Слушай, не расстраивайся Подумай, что мы идем тебя просить Что происходит? Куда вы отправляетесь? Отец Эйлюль выступил против брака Конечно, он прав Все внезапно произошло И Джунейта он не знает Они отправятся его убеждать Правда, это ни к чему Если им так интересно Пускай приедут и увидят Мне уже надоели планы отца На мой счет Правда, мне уже плевать Доченька, разве может такое быть? Брак весь заключается не только между двумя людьми Также и между семьями Мне кажется, вы должны туда вместе отправиться Да, тетя справа, Эйлюль Я не хочу убеждениями отца терять время Итак, мама рядом Мне этого достаточно Много лет я жила вдали от них Я нашла сейчас себе дом И я не буду терпеть каприз отца Да и отец компании Мне плевать на все это Ты уверена, Эйлюль? Послушай, без одобрения твоего отца Джунейт, я уверена Если он так переживает за свою компанию Пускай придет и увидит Кто станет моим мужем Да и Он поймет, какая возможность для него открылась И узнав тебя Он компанию передаст не мне, а тебе это Да это отец Всегда думает и принимает поспешные решения Но если ему посидеть и подумать Он поймет, что он допустил ошибку Нет смысла аж туда лететь, чтобы убеждать его Тогда давайте завтра между собой устроим помолвку Я не пойму тогда, насколько мы серьезны И свадьбу сделаем как следует И все наладим Разве может такое быть? Может, может Ладно Раз все так говорится, пускай так и будет Правда, все нормально? Дорогой мой возлюбленный, добро пожаловать Ты не пригласишь меня внутрь? Кемаль, конечно, проходи Кемаль А знаешь Мама сегодня сказала, что ты можешь оставаться здесь То есть мы сегодня ночью вместе будем спать, что ли, да? Да Но только спать Ладно Это я не заметил Да, мама Экадеры мне на день Ну, то есть, они купили просто так Слушай, ну подошло Спасибо Боже мой, кто же это пришел-то так не вовремя О, брат Дженейт Здравствуй Добро пожаловать Кемаль внутри Да, прошу, проходите Я вас познакомлю Это Илюль Это наша неистка Бахар Приятно познакомиться Взаимно Добро пожаловать Надеюсь, не опоздали Да еще есть время до собрания Прошу, чувствуйте себя как дома Я заварить чай принесу Эх, брат, мы собирались сюрприз сделать Бахар не знает, что мы будем праздновать ее день рождения Да ладно, она и так не догадалась Торт в машине Помочь тебе? Да не нужно, чувствуйте себя как дома Я почти все сделала Разве может такой быть? Я тогда чай положу Ладно тогда Чай пока не готов Думаю, у вас такой миленький Как коробочка? Надеюсь, здесь и в саду бывает очень уютно Спасибо Если хочешь, позже можем выйти в сад Хорошо Ты учишься на юриста? Да Ой, это, наверное, сложно Замерз? Слушай, тут холодно Хорошо, поладили Ну, как все идет? Нужна помощь? Нет, брат, спасибо Постепенно справляюсь Нам сейчас дом понравился Получишь зарплату и арендую Потом планируем свадьбу Ты со мной все нормально? А сейчас как ты не волнуйся? Ну, я рад Глаза-то сият Ну, а ты? Ну, Сейлюль Как вы? А вот и чай Спасибо Пей на здоровье Пойду, мой Я покажу, где это Да нет, нет, я найду Бахар Хочу задать вопрос Конечно Ты Как с ним справляешься? Брат Ну, все понятно Ты не справляешься Я так и догадывался Слушай, я потом Ведь отомщу Да все Успокойся С днем рождения Бахар С днем рождения Бахар С днем рождения С днем рождения С днем рождения Бахар Слушай, Кемаль Разве так можно? Если знал, чего бы не сказал Я бы хоть подготовилась Давай, сдувай свечи Хорошо Стой, подожди Загадай желание Хорошо Большое спасибо Хорошо, что ты родилась на свет Большое спасибо Брат Женей, спасибо Поздравляю С днем рождения Спасибо Давайте порежем Большое спасибо Мне очень понравилось У тебя очень хороший вкус На сильно здоровье Тебе очень подошло Кемаль Знаешь, тебе нужно ценить Бахар Она очень красивая Очень хорошая, милая Ты хотела видеть сад Давай покажу Если хочешь Да, было бы хорошо Здесь прям комфортно находиться Или девушка очень особенная И хорошая энергетика у нее И тебе пошла на пользу Да Завтра вечером у нас помолвка Да ну Да Не нужно продолжать ждать Хотели бы и вас позвать Но... Да нет, брат, спасибо Ты прости, пожалуйста Не могу принять Не буду сейчас терпеть Османа Кузана Не хочу, чтобы из-за меня Использовался этот прекрасный вечер Возьми это Слушай, Кемаль Не упрямься Возьми, а Ты же говоришь Завтра арендуешь Думаю, тебе понадобятся деньги День рождения, Бахар Одним тортом тут не отделаешься Слушай, я куплю подарок Но, слушай, возьми Что-нибудь особенное сделаешь Брат мой Спасибо Элюль Ну, давай, пойдем Берегите себя Защищайте друг друга Поздравляю тебя тоже Большое спасибо Большое спасибо вам за все Спасибо, что пришли сюда Ждем вас снова Конечно, мы придем До встречи До встречи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok